Всем привет! Мы снова покажем вам все самое интересное, что произошло на турнире. Мы выберем самые сочные моменты, которые достойны у вашего внимания. И сегодня мне в этом поможет Александр, более известный как Дестойр, и Богдан Ченк. Салют, ребята-ребятушки. Здоровщики. Идеально просто забирают они эту черепаху. Ой, как много урона по грибзу заехал, им нужно отходить. У него очень большой пол гриб забирает своего соперника. Лорд заходит в базу, только вдвоем живы игроки команды Юрейн. Он ультует и погибает. Сенсации не произошло. Темные лошадки Not Today играли очень хорошо, показывали классных героев, продемонстрировали очень много клевых задумок, но на финальную часть задумок не хватило. Трон падает, и это поражение для команды Not Today. Команда Юрейн прошла по нижней сетке и вышла в гранд-финал против коллектива Deuswult. Они дали бой, было жарко. Они боролись как тигры, как львы. Но в самом конце не хватило совсем чуть-чуть. Deuswult выигрывает Мажор 2020. Deuswult были великолепны. Они показали высочайший уровень игры. За последнюю неделю у них появилось множество идей, куча заготовок, и ребята каждый раз удивляли нас чем-то новым. Они контрили диги, они брали диги. Показывали героев, которых не использовал вообще никто, и они в очередной раз доказали, что они являются самой сильной командой в СНГ. А сейчас мы рассмотрим три самых сочных момента финального дня. Гранд-финал Deuswult против Юрейн, где Юрейны показывали классный уровень игры. Они боролись, захватывали преимущество, но одна маленькая ошибка может стоить партии. Противостание Юрейн против Deuswult, 15-ая минута. Здесь идет преследование за Хильдой, этот лаковый кусочек погибает, но в этот момент Клауд хочет сделать размен, врывается по Валиру, и здесь очень тотальная ошибка от Визера. Он просто так дарит килл вражескому кору. После этого уже Deuswult имеет преимущество, и в дальнейшем заберут Лорда. Грибс тоже умирает, остается только один фристайл, один против четверых, и явно он ничего делать не будет. Финал лузеров Not Today против Юрейн. Казалось бы, когда идет равная борьба, нужно играть осторожно, но некоторые любят наглеть. И, естественно, опытные ребята из Not Today пришли и наказали Юрейн за столь рискованный мув. Третья минута, рессается черепаха, и Юрейн предпринимает попытку забрать ее, при этом у них все в колдаунах. Они просто не могут не использовать ни флик, ни очищение, и подставляется тем временем еще и под Атласа этот тройной килл для команды Not Today, что является ключевым в преимуществе в верлигейме. Юрейн не смогут отыграться от такого критического удара. Очередной момент с гранд-финала Юрейн против Деу. Деу играли прекрасно, большую часть турнира, но порой даже величайшие допускают ошибки. Пытаются черепаху забрать игроки команд Деус Вольт, а кормил он на боте в это время краски пушит тавер. Весьма неоднозначная ситуация. Деус Вольт начинает забирать черепаху, при этом абсолютно не имеют информации о сопернике. Абсолютное умение Фаши уходит в молоко, и при этом всем играет по Лилу. Лил терпит колоссальное количество урона, но, естественно, команда не успевает спасти данного бойца. После этого Дефендер возомнил себя Рэмбо, и Аки-царь вгрызся в четверых игроков. Естественно, это привело к его смерти. По завершению драки коллектив Юрейн приобретает два убийства и объект в виде черепахи. Визер разгоняется, и это помогает усилить раннюю стадию. По итогам финального дня бронза достается на Тодей. Серебро, Юрейн, а золото Деус Вольт, и они поедут защищать честь нашего региона. Удачи! Юрейн подготовились к этому финалу. Я просто балдю, я просто балдю. И коллектив Юрейн доминирует над оппонентами. У меня просто глаза на выверт, Саня, лучше ты, пожалуйста. Это минус Лорд, это минус Игра, Деус Вольт камбэкает. От этой команды можно ожидать абсолютно чего угодно. Они отыгрались от 15 тысяч, игра по трону, это победа команды Деус Вольт, и это было потрясающе. Скоро увидимся, дорогие друзья. У микрофонов были Александр Дестроер, Богдан Ченк и Дмитрий Лайт оф Хевен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok